здравствуйте всем кто присоединился еще раз напомню что мы сегодня с вами говорим на тему что такое я концепция я концепция как она связана с самооценкой как она связана с уверенностью в себе можно ли через вот эту вещь через вот эту штуку управлять ощущением самого себя отношением к себе ну и соответственно можно ли через управление я концепции каким-то образом повлиять на свою жизнь в общем то это основные вопросы которые интересуют всегда нелперов как это можно использовать для того чтобы изменить свою жизнь система была разработана стивом андреасом он ее подробно описал в книге которая называется трансформация я и конечно же а так как система является достаточно универсальная касается в принципе жизни человека конечно же она отражена и в других его книгах которые он писал и сам и совместно со своей женой а вот посмотрите в интернете стив андреас вместе сканирая андреас написали очень много интересных и полезных книг описывает технологии работы с самими собой вот и так что же такое я концепция по большому счету это некая огромная скажем так очень генерализированная очень обобщенная другими словами убеждения человека о самом себе а я концепция то что в конечном итоге является некой общей презентацией человека о самом себе и уже не столько большое значение имеет кто что думает по поводу самого человека во вне до из его там окружения вот важнее гораздо важнее что думает человек о себе сам и конечно же как любое убеждение она формируется изначально а в момент первых там дней месяцев лет жизни внутри определенного достаточно ограниченного в этот период времени для ребенка социума да это ближайшее окружение родители возможно братья сестры бабушки дедушки да если они есть и оказывают влияние на воспитание на развитие ребенка вот и собственно говоря на какой-то момент когда ребенок живет вот он родился живет он воспринимает этот мир он его слышит он его видит а он на него как-то реагирует а взрослые родители наблюдая за ребенком как правило комментирует что он делает но в смысле дают какую-то реакцию в ответ на его какие-то поведенческие действия вот если ребенок часто например такой вот улыбчивый такой спокойный конечно же родители этому очень радуются и наделяют его нет некоторыми эпитетами говоря о том что вот вот мой ребенок спокойный а вот мой ребенок такой весел весельчак растет вот мой ребенок такой позитивный малыш вот тем самым просто вот те некие реакции ребенка обозначая констатируя и фиксируя и какому-то определенному возрасту причем ну может быть там годам шести семи когда ребенок уже вполне себе осознает осознает себя и каким-то образом он привыкает о себе думать он вполне может говорить словами своих родителей обозначая то какой он если ему задать вопрос какой ты ребенок скажет я послушный или ребенок скажет у меня все из рук валится и так далее все что он слышал а он начнет просто применять к себе но вопрос в чем вопрос в том что несмотря на то что ребенок демонстрирует широкий спектр поведенческих реакций и наверняка у него были моменты когда он и веселился наверняка у него были момент когда он плакал но тем не менее по каким-то непонятным причинам а может быть силу статистических наблюдений родители какую-то какое-то поведенческое какую-то поведенческую реакцию фиксировали а какую-то игнорировали да таким же образом ребенок приучается относиться к самому себе то есть он научается фильтровать информацию тем самым выделяя то что поддерживает вот это описание самого человека да и вот этого маленького ребенка это что не поддерживает называется некой случайностью да и в этот момент мы как раз таки говорим о том что убеждение это то что является базовым фильтром того как мы мир воспринимаем ну конечно же себя в этом мире таким образом можно сказать что я концепция это некий обобщенный итог итоговый вывод о самом себе кто я такой какой я вот и тут как раз таки мы можем сказать о том что вот это вещь вот это убеждение о самом себе я концепция является очень очень широким понятием потому что человек помнит себя ну фактически опять же кто кто когда кто-то там в раннем детстве кто-то там просто в детстве но тем не менее у человека и всегда есть ощущение вот этого я что она всегда будет такой вот я всегда такой я с детства такой я всегда такой я везде такой меня все таким знают и ситуации которые отличаются от привычного он описание самого себя опять же они фильтруются и в этот момент человек может просто сказать что а это как будто бы не я а это как там без меня силился это меня как подменили вот и такие и люди со стороны точно также наблюдая за поведением человека которая отличается от привычного образа человека в глазах других людей точно также скажет что это случайность это там ну так сложилось это как будто бы не он мы его в этот момент просто не узнавали соответственно они имеют некую идею о том кто есть этот человек вот какое я у этого человека и все чтобы не происходило встречается с вот этим внутренним я вот но давайте мы не будем углубляться в тему вообще поиска истинного я да там что что такое я а если понаблюдать за этим еще со стороны да то есть оставим это философом адвайте вот и понаблюдаем подумаем о том что фактически мы имеем как объективную ну хотя бы при приближении до некую объективную реальность по большому счету под я как правило мы понимаем набор каких-то ценностей каких-то базовых ценностей человека которые он так или иначе стремится реализовать своей жизни а или пытается реализовать или хочет реализовать конечно же за всем этим стоит ряд поведенческих стратегий которые в том числе и должны реализовывать вот те самые ценности вот и конечно же мы можем что-то понять о другом человеке или о самом себе тогда когда мы наблюдаем за уровнем поведения поведение окружения таким образом вот это самое я вот это самая концепция проявляется в конкретных делах поступков словах конкретных выборов в материальном мире да вот поэтому вот это самое я вот это самая концепция вполне себе может быть достаточно четко описано с некоторой точки зрения я концепцию вот то самое представление человека о самом себе мы можем рассматривать как некую карту карту некий образ которому человек обращается для того чтобы понять кто он есть ну давайте вот таким образом мы посмотрим на этот вопрос человек говорит ну я хороший друг например я хороший друг и когда он об этом говорит он говорит во первых это в применение к самому себе он себя таким образом обозначает но если мы зададим уточняющие вопросы а каким образом ты понимаешь что ты хороший друг или почему ты решил что ты хороший друг на основании чего и в этот момент конечно же у человека в голове возникнет масса примеров того где он себя таким образом проявлял где он там помог своему близкому другу дай близкому человеку где этот близкий человек помог ему где они там какие-то совместные дела у них были интересные и полезные или важны то есть у человека за некой общей идеи я хороший друг конечно же стоит масса информации вполне конкретной которая была была для него неким реальным опытом этот опыт в какой-то конкретный момент был обобщен до идеи вот если я вот это вот все-все-все-все-все вот дело реализовывал следовательно я хороший друг таким образом опыт сенсорный опыт статистический обобщается и делается общий вывод и в дальнейшем когда мы задаем человеку вопрос по поводу дружбы да вот ты хороший друг или нет человек не будет вспоминать массу вот там там десятки вот этих ситуация может быть и сотни этих ситуаций он просто уже четко про себя знает я хороший друг вот это один вариант соответственно когда мы говорим о том что человек себя каким-то образом в какой-то момент описал сам для себя а он это не с потолка придумал да у него за каждым описанием самого себя за каждой характеристикой за каждой социальной ролью есть большое количество подтверждающих фактов вот и конечно же если бы человек каждый раз для того чтобы понять кто он или какой опускался вот в эту сенсорику если бы у него там мозгу вспыхивали сразу там десятки а то и сотни примеров того там он такой или не такой мозг просто бы взорвался да человеку пришло и бы просто сидеть тупич вспоминать все вот это чтобы сделать вывод а я вот там такой или не такой нет конечно же да наш мозг штука очень эффективная с этой точки зрения и если опыт был получен он систематизируется обобщается ему давайте так к этому опыту привешивается какой-то ярлык и это называется это настойчивость человек знать я настойчивый или как части какого-то опыта привешивается какой-то другой ярлык и там я профессионал да вот поэтому вот эти вещи обобщение опыта и формирование некого общего образа самого себя имеет крайне важное значение для человека да ему это нужно для некой внутренней стабильности для понимания и давайте сразу помнить о том что за каждой за каждым описанием себя есть набор конкретных поведенческих реакций конкретных поведенческих стратегий и как только возникает мысль естественно они при возникновении нужного контекста просто естественным образом разворачиваются давайте такой рассмотрим пример вот на человек считает что он хороший друг возникает ситуация когда ряд близких людей там приезжают или созваниваются и договариваются о каком-нибудь совместном мероприятии что в этот момент у человека происходит в этот момент его мозг напоминает ему что он хороший друг хороший друг как некая идея запускает запускает стратегии поведения которые вот эту вот эту самую я концепцию я хороший друг реализовывает через определенные ценности и определенные поведенческие реакции а это например может значить вот что там мы распределяем кто что покупает мы планируем кто куда поедет мы каким-то образом себя ведем и вот тем самым запускается целая стратегия поведенческих реакций если человек например через какое-то время приходит на работу что в этом случае должно произойти а насколько вот в контексте работы идея хорошего друга актуальна а вот здесь возникает вопрос да вам может быть конечно и актуально но в этот момент и велика вероятность что могут его коллеги могут воспользоваться да вот это вот это его а я-концепции и там где-то по-дружески попросить сделать отчет там задержаться на работе или еще что-то вот наверное в этом случае в контексте работы концепция я хороший друг не очень удобная и не очень правильная да тогда вопрос что было бы полезней думать о себе когда находишься в профессиональном контексте наверное в профессиональном контексте есть смысл вспомнить о том что я там профессионал что я там коллега что я менеджер потому что я там не знаю эффективный управление сто кто угодно да любая концепция которая а могла бы запустить другие поведенческие стратегии другие поведенческие реакции таким образом у нас происходит переключение по контекстам когда мы говорим о том что человек это очень системная и очень цельная структура представлений о себе мы конечно же понимаем что описать я каким-то одним словом ну крайне сложно возможно да ну я человек да и вот это я концепция очень высокого уровня обобщения предполагает что я как человек могу проявлять себя в разных социальных ролях да и опять же да мы вспомним я друг я коллега я там дочь я подруга я счастливый человек да ну и опять же вот в этот момент мы можем подумать о тех идентичностях до а тех я концепциях которые будут у нас включаться а не в общем и целом а в каждом конкретном контексте управляя иерархией наших ценностей связанных с вот этими контекстами с одной стороны а с другой стороны будут включать вот соответствующие наши поведенческие стратегии для того чтобы наше я как человек наше вот это цельная а было гармоничным до гармоничным и как бы вот плавно переключалась по разным жизненным ситуациях это что касается а я концепции да вот это некая такая общая информация но давайте коснемся вопроса каким образом все таки я концепция связано с самооценкой я концепция это некое общее представление о себе и если наша я концепция реализуют наши ценности если есть я концепция я хороший друг например на вернемся к ней же я хороший друг и человек ценности дружбы и взаимоподдержки и взаимопонимания там еще каких-то моментов реализуют в этом формате он очень уверен в себе он знает что он хороший друг его ценности реализуются следовательно самооценка высокая тем не менее если ценности в этот момент реализуются в этой концепции реализуются недостаточно или плохо реализуется то а человек себя будет оценивать низко он может сомневаться в том хороший ли он друг или нехороший да он будет знать что я концепция друг у него есть она существует и она как-то реализуется но может быть не в полную силу не в полной мере и в этот момент его мозг конечно же будет усложливо ему напоминать а какой ты хороший друг вот там к тебе обратился твой товарищ а ты занялся своими делами ты хороший друг или не очень и здесь как раз таки уже возникнет некий вопрос но тем не менее я концепция я друг остается я концепция но меняется эмоциональный фон потому что зависимости от того каким образом мы о себе думая наш мозг будет из всего набора нашего опыта из всех жизнь прошлого там настоящего в зависимости от того как он сам оценивал ситуацию или что ему говорили по этому поводу он будет выбирать то а те примеры которые будут усиливать и не поддерживать его я концепцию поэтому вот эти вещи мы как раз таки сегодня с вами и разберем каким образом можно управлять я концепция чтобы она была таким образом сформирована и такими примерами жизненными поддерживала чтобы запускала адекватные хорошие эффективные и полезные для вас стратегии поведения а ведь именно это тесто это именно то что позволяет нам управлять своей жизнью привносить свою жизнь изменений и соответственно получать от окружающего мира обратную связь потому что именно на это на поведение наше окружающий мир реагирует вот если какие-то вопросы вы скажите пожалуйста все непонятных ну я вопросы жду да и пока буду продолжать жду вопросов может быть нужны какие-то дополнения или пояснения вот и так я концепция как некая наша общая идея о самом себе фактически зачастую мало нами самими осознавая мамы каким-то образом привыкаем думать о своем я ну вот я и я вот я вот такой я вот сякой и иногда бывает так что человека не устраивать его жизнь но тем не менее он принимает решение свою жизнь каким-то образом изменить что в этот момент начинает делать например читать книги посещает там тренинги там смотреть вебинары каким-то образом он пытается вас сформировать в себе новые привычки а возможно да там новые формы поведения там делать по-другому там бросить курить все что угодно вот но тем не менее он сталкивается с какими-то сопротивлениями с внутренними зачастую сопротивлениями да мы начинаем мы в этот момент можем говорить о вторичных выгодах но в этот момент можем говорить о том что ну а может не надо но зачем ты себя предаешь ну там может быть судьба у тебя такова вот и в некоторых не иногда бывает так что этого бывает достаточно для того чтобы изменения в жизни произошли на то есть поменял стратегию поведения остался таким же как бы с таким же мировоззрением с таким же ощущением отношением к себе но тем не менее а поведенческие реакции поменялись это здорово это вообще идеальный вариант но бывает так что человек считает что ну там он там бездарь да вот с детства привык о себе так думать и он на себе знаю что он всегда начинает за там за здрасте вот начинает и заканчивает ну там как получится раз-два получилось но и бросил и это является реальностью его жизни он знает что он ну как сказать и слова подобрать там ненастойчивый да что он слово вертится в голове не могу вот подарок подобрать может быть подскажете как сказать ненастойчивый или там не целеустремленные но ленивый нет потому что же пытается все таки да вот ну хорошо давайте так вот слабохарактерный например на слабохарактерный не хватает у него воли и вот эта идея слабохарактерный она является настолько глубокой для этого человека что в принципе за чтобы он не взялся хоть в личном плане хоть в профессиональном хоть хоть увлекся новым хобби он для себя внутри знает что он бросит но какое-то время он будет продолжать себя заставлять какое-то время он будет вписываться в марафоны чтобы ну со всеми как-то веселее там поддержка вроде он будет вписываться в разного рода там спарты он будет вписываться в разного рода какие-то такие тренинги личностного роста чтобы опять же все вместе и проще, там где-то будет волшебный пинок дружеский, вот, но тем не менее, вот та самая внутренняя идея о том, что он всегда бросает, она будет включать стратегии, ну автоматически, да, это будут включаться стратегии, которые будут саботировать процесс, где-то он там проспит, где-то он поленится, где-то навалятся важные дела на работе, ну, это же наше бессознательное, оно же вообще очень талантливо, вот, оно организует авралы на работе, и в результате чего через какое-то время человек вздохнет, скажет, ну, я так и знал, ну, я же говорил, что у меня ничего не получится, потому что так всегда, и вот как раз-таки, если вы сталкиваетесь именно вот с такими проявлениями, вот здесь как раз-таки и можно поработать с тем, что мы называем я-концепцией, концепция себя, вот те самые фильтры, которые являются самоподдерживающими фильтрами, самоподдерживающими фильтрами, и они будут всячески, как вот, лишать, закрывать какие-то возможности, выбирать только то, что поддерживает вот эту я-концепцию, соответственно, измениться в формате, если я там всегда вот так, практически невозможно. Что же можно сделать для того, чтобы наше подсознание, наш мозг, там, я хотела сказать наше истинное я, да, но тут как раз-таки рассказывает о том, как можно этим истинным я управлять, не очень удачное, да, будет определение. Итак, каким образом мы можем перепрограммировать вот эту нашу структуру знания о себе? Вот именно так я и скажу, структура знания о себе, каким образом мы можем ею управлять? Итак, благодаря Стиву Андреусу мы теперь знаем, что идеи о себе базируются на нашем опыте. Это очень важная информация. На нашем опыте за каждой идеей у нас есть ряд подтверждающих примеров, и если вы поспоминаете, то обязательно вы их вспомните, и они у вас будут из разных периодов жизни, скорее всего. Давайте так, я сейчас вам предлагаю взять какое-то своё качество, которое вам хотелось бы в себе усилить. Ну, например, там, я там умный, да, я красивая, ну, или наоборот, как хотите, вот, я хороший профессионал, или я там успешный коуч, или я там эффективный психолог. То есть возьмите что-то такое, что вам хотелось бы сформировать, хотелось бы усилить. Вот, и мы сейчас вот каждый на своём примере попробуйте управлять вот этим восприятием самого себя. Мы не будем ничего придумывать, мы будем немножко трансформировать ваш собственный опыт. А теперь, пожалуйста, я возьму пример какой-нибудь, ну, давайте, я возьму пример, я умный, и на этом примере вы там подставляете своё и работая. Вот. Когда вы вот таким образом думаете о себе, да, вспомните, пожалуйста, ситуации, когда вы точно знали, что вы умный. И, скорее всего, вы увидите какие-то картинки, что вот здесь вы справились с какой-то там профессиональной задачей, и это является подтверждающим примером того, что вы умный. Это же правда, правда, это ваш опыт, ваш. Хорошо, вот эту картинку как бы просто теперь имейте в виду. Вспомните ещё ситуацию, в которой вы умный. Ну, и, скорее всего, там ещё что-то связанное, например, с профессиональной деятельностью, ещё одна картинка. Ещё вспомните ситуацию. Возьмите другие контексты, потому что я умный, это такая категория достаточно широкая, и умным можно быть и дома, и на работе, вот, и в кругу друзей, да, и в любое время суток, почему бы и нет. Ну, вспомните ситуацию, когда вы в домашнем контексте в каком-то проявили ум, вот, вспомните картинки, ситуации, когда вы в детстве были умным, да, в детстве вы решили класс, например, да, и причём вот здесь интересный момент, вы решили класс, например, ну, например, такой, там вам поставили три или четыре, ну, поставили за грязь, но вы пример решили, а это важнее, да, вы умный, вот, то есть вот это знание о том, что вы проявили вот это своё качество. Вот несколько таких картинок вспомните из прошлого своего, там, возможно, детство, возможно, юношеский, студенческий период вашей жизни, вот, вспомните ситуации, когда вы планируете свою деятельность, вы, вот, исходя из того, что вы умный, и у вас есть подтверждающие примеры, вы планируете свою деятельность, и вот подумайте, как вы будете решать свои ближайшие какие-то задачи, ну, вы же будете их решать, да, у вас есть какая-то идея, есть какие-то планы, и ваш опыт позволяет вам их решить, да, потому что вы умный сейчас, следовательно, вы будете умным и дальше, вот, ну, и парочку примеров вот таких, которые в будущем будут реализованы. Это мы говорим о том, что мы фактически осознаём и ощущаем себя на любом временном отрезке, хоть в прошлом, хоть в настоящем, хоть в будущем, да, оно прогнозируемо, оно понятно. Это с одной стороны мы посмотрели, а давайте мы ещё вот так вот подумаем о том, что мы умны, да, вот вот эти все картиночки, на них ещё разочек посмотрите, и вспомните ситуации, когда вам говорили, что вы умный, когда вы сами знаете, это мы их вспомнили, вот, они все перед вами, а вот когда вам говорили, что вы умный, вот, может быть, где-то поставили пятёрку за решённую задачу, да, но, наверное, это не совсем тот момент, а вот именно когда сказали, вот это важнее, то есть, когда учительница сказала, там, при всём классе, вот умный мальчик или девочка, или мама, да, говорила о том, какой ты у меня умный малыш, да, вот, опять же, в студенческие годы друзья там, ну, коллеги, и вот тоже несколько вот таких картиночек, повспоминайте, и всё это вот сюда, вот сюда, вот сюда, и вот эти вот картиночки у вас, они примерно, так вот, примерно похожи, просто в каждой картинке вот такое своё содержание, вот, а теперь вспомните ситуации, когда вот действительно оценки, да, когда это была объективная констатация факта, оценка, там, пять, или вы получили диплом мехмата, и поэтому вы умный, да, если у вас иногда возникают сомнения, умный вы или нет, но вы вспоминаете, что у вас красный диплом мехмата, но вы по определению умный, наверное, потому что с красным дипломом невозможно поспорить, вот, ряд вот таких ситуаций, которые просто объективны, вспомните, это, опять же, оценки, это дипломы, это медали, это свидетельства, удостоверения, это конкретные проведённые мероприятия, когда вы пришли, кому-то рассказали, как решаются, там, вот эти примеры, как решаются эти задачи, провели в определённом месте, в определённое время, и все всё поняли, то есть то, что вы умны, с этим невозможно поспорить, это объективная реальность, и вот таким образом вот дополните ряд вот этих своих картинок, вот эти все свои картинки, пожалуйста, сформируйте таким образом, чтобы вам было удобно на них смотреть, чтобы они были перед вами, достаточно близко, ну, чтобы вам было комфортно, пусть они все примерно будут одного размера, сделайте их поярче, чтобы вам было удобно на них смотреть, на какую бы вы ни посмотрели, вот она яркая, она понятная, сразу понятно, о чём там, сразу всё вспоминается, это вот ваш опыт того, что вы умный. Мозг об этом знает, ну, возможно, иногда просто там не попадает это в его поле зрения, но мы сейчас ему это всё показали. И на какое-то время этот, вот это поле мы немножечко вот так вверх поднимем, чтобы нам немножечко обратить внимание в другую сторону. А в другую это в какую? Дело в том, что знать, что ты умный, можно только в одном случае, когда ты знаешь, что такое не быть умным, да, там, ну, быть глупым, например. Только в сравнении мы можем говорить о том, что какое-то качество в нас есть, что оно каким-то образом проявляется. И вот здесь как раз-таки мы можем говорить о том, что должны для подтверждения нашего качества, в нашей я-концепции, должны существовать противоположные примеры, так называемые исключения из правила. Эти исключения из правила могут быть лично вашими, в вашей жизни. Ну, например, я там всегда решал примеры вот такого рода, ну, вот был там пример, с которым я не справился почему-то. Ну, один пример, он является исключением из правила, но, собственно говоря, я на нем научился еще каким-то фишкам, да, то есть некие примеры, которые, ну, не получились, ну, недостаточно получились. Но мы на них смотрим, мы учимся, что называется, на ошибках. И вот здесь это могут быть и ваши ошибки, а могут быть ошибки других людей, да. Нам не обязательно проживать все через свой опыт, если мы можем извлекать опыт из ошибок людей, которые мы можем наблюдать со стороны, да. Так же тоже может быть. Может быть. Вот, но, тем не менее, очень важно из таких ошибок извлекать опыт. Извлекать опыт и подумать о том, каким образом мы вот этот извлеченный опыт можем применить для того, чтобы увеличить количество хороших, подтверждающих примеров того, что вы обладаете вот этим качеством. Итак, вот сейчас, пожалуйста, отдельно, да, мы давайте повспоминаем примеры, когда вы проявили глупость, да, если вот в противовес я умный, я глупый, да, я недостаточно умный. Ну, опять же, вот когда-то не удалось решить пример. Или вот сложилась такая жизненная ситуация, и я что-то вот косикнул, вспоминает человек, да, вот там, ну, вот почему-то не обратил внимания, не подумал, забыл, ну, вот она, ну, я сделал выводы из этой ситуации, и я теперь знаю, что если возникнет в будущем аналогично, я уже наученный на опыте, на своем или на чужом. И вот парочку, троечку вот таких вот ситуаций вспомните. И когда вы будете вспоминать их, когда вы там недостаточно что-то правильное или хорошо сделали, думайте о них, и вот разместите их вот так вот в визуальной области немножечко пониже, пониже. сделайте эти картинки чуть поменьше, и сделайте их такими вот формальными, сделайте черно-белыми, например, да. То есть вот мы будем их рассматривать именно с точки зрения обучения на своих ошибках. Работа над ошибками, что называется. Но, тем не менее, это очень важная часть, составляющая часть хорошей, устойчивой я-концепции. Потому что наша я-концепция, образ самого себя состоит именно из базы подтверждающих примеров и базы противоположных примеров. В процентном соотношении мы можем сказать, что противоположных примеров должно быть немного, ну может быть 5-10% от общего количества того, как вы думаете о себе хорошо или правильно, вот. И когда вы подумали о всех этих вариантах и подтверждающих ярких, красивых, привлекательных примерах, вы вспомнили, если у вас что-то еще добавилось, тоже вот сюда добавляйте. Когда вы подумали о примерах, на которых вы учились, и они являются важной частью, вот эту вот всю-всю-всю-всю-всю-всю картинку, вот эти вот все-все-все примеры, а сформируйте в некую общую идею, вот сверху как бы наложите. А вот я люблю такой, такой пример или такую метафору, вот когда вы смотрите фильм, который, например, идет 2 часа, там очень много вообще информации, персонажей, событий, но этот фильм выражается общей идеей, выражается в картинке, постер, делают постер к фильму, вы когда на постер смотрите, формируется некая идея этого фильма, о чем он, да? Соответственно, когда вы уже знаете фильм, но подзабыли, вы посмотрели на постер и сразу вспомнили весь фильм, вот таким образом работает я-концепция, да? Когда некая идея «я умный», она просто есть, но если вы копнете глубже, там целый ваш вообще жизненный опыт. Вот. И сейчас сформируйте вот некий постер вот этого, вот этих всех-всех-всех-всех ваших примеров и подтверждающих, и противоположных некую идею, символ. Вы можете там представить себя умного, вот как вы выглядите, вот, когда вы умный. А символ, вот некоторые могут пользоваться и для кого тема близка, тотемы, забыла слово, ну, какие-то вот там иероглифы, ну и так далее. Вот. Общую картинку, идею сформируйте, и когда она будет готова, сформируйте ее таким образом, чтобы, глядя на нее, она вызывала у вас классный кинестетический отклик, чтобы она грела вам душу, да? То есть сформируйте таким образом, чтобы вот это кайф. И когда это будет сформировано, просто ее интегрируйте с собой, как бы втяните ее в себя. Втяните и прочувствуйте в теле, как происходит вот эта интеграция, как в теле ощущается, как там все распространяется по тем, и когда ощутите, что интеграция закончена, задайте себе вопрос или подумайте, озвучьте внутреннюю фразу, с которой вы работали, да, в данном случае, там, я умный, или я классный коуч, или я профессионал, или я красивая, да, ну вот кто с чем работал. Ну и, пожалуйста, поделитесь, как у вас получилось, все ли понятно в комментариях. Ну вот к нам присоединяются, те, кто присоединяется сейчас, конечно же, смотрят, посмотрят потом это в записи, запись обязательно останется. Вот, но те, кто делал, как у вас получилось? Ну, задавайте вопросы, задавайте вопросы, ну, а я пока немножко резюмирую. Итак, я-концепция. Это то, как я себя ощущаю, то, как я себя воспринимаю, то, как я о себе думаю. Кто я? Какой я? И в этот момент уровень обобщения может быть совершенно разный. И все идентичности, социальные роли тоже являются я-концепциями. Но если мы говорим о социальных ролях, то чаще всего они привязаны к каким-то конкретным контекстам, да. Я жена, дочь, сестра, это концепция семьи, да, концепция семьи. Это сфера семьи, да. Вот. Если я профессионал, я менеджер, я партнер, это у нас профессиональная область. Если я творческая, развивающаяся личность, если я занимаюсь самосовершенствованием, да. Это некая еще одна область, ну, условно назовем личного развития. И это все социальные роли, которые запускают разные поведенческие стратегии, тем самым заставляя нас определенным образом действовать и получать от окружающего мира ответ на наши действия. Я. И если мы транслируем внутреннюю, внутренне конгруентную, вот внутреннюю хорошую, позитивную, ресурсную Я-концепцию, если мы о себе думаем хорошо, если мы уверены в себе, соответственно, наши поведения, поведенческие реакции будут это все транслировать, и окружающие будут реагировать именно на это. А если мы будем думать о себе, ой, я никчемный, ой, у меня вечно все не получается, на внешне будем там как-то вот хорохориться, как-то преодолевать себя, преодолевать мир, что, на что будет реагировать мир? Да на наше состояние, на нашу ту самую истинную сущность, да, на то, на то, о чем мы сами думаем о себе. Вот, поэтому очень важно, чтобы вы умели весь свой жизненный опыт правильным образом структурировать, чтобы вы из всего опыта вы находили те подтверждающие примеры, которые будут вашу Я-концепцию, ваше знание о себе делать эффективным, делать хорошим, ресурсным, будет открывать ваши возможности. Вот, поэтому вы можете работать сразу с несколькими Я-концепциями, в рабочей сфере одну проработаете, так, чтобы вы были ей доволен, чтобы она вам служила, там, в личной жизни сформируйте Я-концепцию, чтобы вы были гармоничны, чтобы вам нравилось жить с такой Я-концепцией, да, и вы можете сформировать себе несколько Я-концепций по вот таким разным контекстам, по разным ситуациям. Вот, и тогда вы получаете все инструменты по управлению собственной жизнью. Ну что, вопросов пока нет, а на этом мы завершаем тогда свой эфир на сегодня, ждите следующие эфиры, все наши записи есть на нашем канале, подписывайтесь, будем рады, если возникнут вопросы, конечно же, пишите в комментариях, будем учитывать, будем отвечать, и до следующих встреч, пока!